Вымогаем зеленый коридор для ЧАЭС! У нас собрались здесь родители, матеря, жены, сестры, работников ЧАЭС, которые убедительно просят обратить внимание на персонал, который сейчас там находится, который изнеможен, истощен. И бездействие это равносильно тому, что мы провоцируем второй Чернобыль или что-либо еще хуже. Просто поймите, что люди могут работать, они специалисты, они высококвалифицированные специалисты, но их неморальный дух паник тем, что они думают, что их тут забыли. Их просто там оставили на паперте. Просьба. Пускай Украина поднимется, Европа посмотрит. Бездействие это хуже всего. Вот наша просьба. Я думаю, что лучше всего в это вернуться к МАГАТЭ. Они больше понимают атомную энергетику. И чего они молчат, я не понимаю совсем. МАГАТЭ считает, что, наверное, считает, что россияне тоже не глупые, и они не будут провоцировать каких-то активных действий. Но это всего лишь вопрос времени. А стрельба на Запорожье? Стрельба на Запорожье – это первый звоночек на дальнейшие условия. Они же могут повернуть пушки и сказать, мы сегодня стреляем, либо вы сдаетесь, либо вы соглашаетесь на наши условия. Зачем ждать? Если Украина идет сейчас, защищается активно вся Украина, все люди собрались. Но соберитесь, все люди, спасите других людей. Они тоже украинцы. Они тоже хотят прийти сюда и здесь защищать Украину. Украине не нужна другая Чорнобиль. Украине не нужна другая Чорнобиль. Почуйте нас, пожалуйста. Мы вас просим, зеленый коридор для наших сотрудников, которые уже очень высажены, не могут работать. Если они не могут работать, станция просто остановится и все. Люди готовы поменять их, их нужно просто вывезти. И все. Не требует другого Чорнобиля. Это будет страшно. Будет другой Чорнобиль. И на Россию подует. И на Беларусь подует. Сейчас станция работает от своих генераторов. Если там не появится электроэнергия, то будет действительно второй Чорнобиль. Поэтому нужно предотвратить, сделать зеленый коридор, сделать ротацию. Потому что у людей там сил работать больше нет. Президент Зеленский, услышьте нас, пожалуйста. В Европе не треба другого Чорнобиля. В Европе не треба другого Чорнобиля. Я буду краткой и без эмоций. За один день до этого электрического коллапса я звонила своему мужику на станцию. Слушай, надо бы аккумулятор в машине зарядить. А он мне, ты что так и будешь каждые две недели бегать в гараж? Я говорю, а ты что, собираешься там полгода сидеть? Он мне, да мы с ребятами давно уже поняли, что придется и больше. Владимир Александрович, я обращаюсь к вам. Наши парни не заложники. Они узники российского концентрационного лагеря. И над ними поставлен чудовищный эксперимент. Выживут, не выживут. Помогут, смогут или не смогут обеспечить ядерную безопасность украинского, российского, белорусского народов и народа Европы. Так вот они смогут. Ну вы, пожалуйста, Владимир Александрович, помогите им по-мужски. А не только словами, как это делает сейчас Гросси и все остальные на Западе, правительство, президенты и так далее. Помогите им по-мужски. Прошу вас. Зелений коридор для заручников ЧАЭС.